Альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа И с вами я ее ведущий Олег Павлюченко Здравствуйте, я Екатерина Уланова, автор и ведущая канала ЛЯП Летопись яркого прошлого Мы совместно с Олегом Павлюченко ведем исследования нашего региона Краснодарского края, Северного Причерноморья и Кавказа Мы хотим увидеть те вещи, которые скрываются здесь, перед нами И исследовать древние города, которые были под водой в прибрежном регионе Потому что действительно они могут хранить себе ценную информацию О тех событиях и времени Черноморской катастрофы А эта катастрофа может стать ключом к пониманию катастрофе, произошедшей во всем мире Сегодня мы расскажем вам о подводных городах, покоящихся на дне Черного моря И эти города по своей архитектуре, по артефактам, находимым в них подводными археологами Абсолютно идентичны тем самым городищам, которые официальная наука именует Германасом, Горгипией, Херсонесом, Пантикопеем Все эти городища сейчас активно исследуются официальной археологией на суше А также руины древних городов, как Херсонес и Германаса Имеют продолжение своих городских кварталов на дне моря, возле которого они и стоят Можно даже сказать больше, кварталы Германаса и Херсонеса просто хаотично оборваны современной береговой линией От своего продолжения, находящегося под водой Но сегодня мы рассмотрим города, находящиеся на дне Черного моря, далеко от берега и на значительных глубинах Об этих городах до сих пор очень мало информации И для освещения данной темы мы сделали подборку самых ярких фильмов Ютуба Которые помогут нам раскрыть тайну Черноморского потопа И о причинах, последствиях погибшей в нем цивилизации наших предков И биосферы этих мест Итак, фильм первый, называется он «Легенды Крыма» Создан ООО СКСИ и показан телекомпанией ОТР Только в начале 19 века начали находить затопленные античные сооружения В Керченском проливе, возле косы Чушка, рыбаки обнаружили мраморные колонны Ученые заявили, что это остатки храма Каким богам поклонялись там? Позднее, на дне Таманского залива, в районе Фанагории, нашли две мраморные статуи лежащих львов Сегодня они хранятся в Феодосийском музее Осколки амфор, кувшинчики с монетами, просмоленные сундуки и прочая утварь Все это в невероятном количестве море до сих пор выносит на берега Ныряльщики рассказывают о подводных дорогах и каменной кладке, увиденной на дне Чьи же это были города? Какие цивилизации процветали в Крыму и как давно? Почему они погибли? И какие еще тайны скрываются под толщей воды и ила? Это открытие стало одной из крупнейших за последние годы сенсаций подводной археологии На протяжении почти всего 20 века за сокровищами этого затонувшего города Охотились ученые и искатели приключений Город, который носил имя Акра Он погиб в 4 веке до нашей эры Но сколько лет он существовал до того? Акру много лет считали легендарной, как Трою Начиная с 17 века, она не единожды меняла прописку Каждый раз ее ошибочно открывали не в том месте Первые же раскопки обнаружили мощные культурные слои античной эпохи Акра, наконец, была найдена Древний город находился на глубине 4,5 метров Его площадь составляет не менее 4 гектаров В ходе подводной разведки были обнаружены оборонительные стены, две башни и колодец В нем нашли амфоры Гераклеи Бантийской 4 века до нашей эры Фрагменты посуды, обломок свинцового якорного штока, деревянные детали, обработанные на токарном станке Подводные раскопки в Черном море продолжились в 90-х годах А затем на 15 лет работы были приостановлены Только в 2011 году археологи вновь обратили внимание на Акру Впервые здесь были проведены настоящие подводные раскопки с профессиональным глубоководным оборудованием За два года исследований был раскопан участок оборонительной стены города и городской застройки 4 века до нашей эры Сенсацией стало открытие дома первой половины 4 века до нашей эры Пока изучено только одно помещение Площадью 25 квадратных метров На полу была обнаружена разбитая гераклейская амфора Еще очень интересно, в этом году ребята нашли в одной из башен деревянный гребешок женский С абсолютно целыми зубьями То есть дерево, пролежавшее такое огромное количество лет, сохранилось практически полностью Такая сохранность архитектурных остатков под водой является уникальной В других областях подводных изысканий такого не наблюдается Обычно все культурные слои размыты, кладки уничтожены Но не в Акре Оказалось, у Акры был свой порт Хотя площадь в 4 гектара считается небольшой для города И глядя на мощную оборонительную стену длиной 170 метров Специалисты задались вопросами Зачем маленькому поселению такие мощные стены? Вполне может быть город быть больше А может быть это даже не город, а просто портовая часть какого-то другого города Понимаете? Именно какая-то гавань какого-то другого города Который вполне мог рядом находиться Вы увидели? Этот деревянный гребежок явное доказательство того, что город Акра был затоплен не 2500 лет назад Как говорится в этом фильме А совсем недавно Я не буду надолго останавливаться на анализе сохранности дерева в морской воде А приведу лишь окончательный вывод Из банальной Википедии 3-4 столетия сохраняется в морской воде древесина твердых пород И все найденные в морях останки древних в кавычках деревянных судов Гольер-Триер, отнесенных официальной исторической наукой к древней Греции Гораздо моложе приписываемым им временам первого тысячелетия до нашей эры А теперь главный вопрос Аркой этот город скорее всего не назывался на карте Таврика Мы видим в этом районе город Аспромити И данный населенный пункт был самым большим, судя по его обозначению, на берегу Керченского пролива А также рядом был небольшой город Киприка Сравним карту Таврика-Херсонеска и современную гугл-карту Итак, сравним Вот примерное место раскопок подводными археологами города Арка На глубине 4 метра А вот очертания прежних границ Таманского залива Попробуем обозначить эти границы Скорее всего, вот этот мыс Здесь вот он Значит, Керченский пролив у нас идет куда-то дальше Вернее, шел туда Где-то вот здесь А вот это бывший вот этот залив Вот эта вот глубина Вот она Вот она здесь Интересная картина получается То есть, вот этот вот водоем Современный лиман Он у нас где-то вот здесь Вот он А вот это вот побережье идет вот до сюда Вот город Остромити Здесь он находится примерно вот здесь То есть, Остромити надо искать где-то вот в этом месте Уже Черного моря Что же у нас может быть остатками города Арка? Ну, как мы уже неоднократно говорили Расстояние на этих картах Они немного врут Вот у нас город Киприка Или Понтика А вот еще город Перс То есть, Керчь Это какой-то город Перс Скорее всего, подходит так Вот еще какой-то город Кедеркрор Где-то он находится вот здесь То есть, вот он Кедеркрор Вот он Перси Перси Созвучен за слово Керчь Вот он и есть Может быть, у нас Киприка находится действительно где-то здесь А это реально Понтика Непонятно, как города подписаны Может быть, Остромити Это у нас вот он, город То есть, звой идет серьезный Ну, вот города Первый город Второй город Третий город В общем, пока сказать трудно Но вот Остановимся все-таки на городе Киприка Он находится немного дальше от моря То есть, не на самом побережье Будем считать, скорее всего Действительно, арку Это городом Киприка Тогда у нас Корректируем берег Бывший Вот он Примерно бывший Керченский пролив То есть, вот эти вот глубины У нас должны быть где-то на 150 метрах А сам город Арк у нас на 4 метрах Почему так? Почему здесь не 150? Но здесь много разного Можно говорить Скорее всего, волна принесла очень много грязи Которую закидала весь этот Керченский пролив И все глубины поменялись По крайней мере В Азовском море И в самом проливе Видимо, грязь Проливалась Сюда И где-то вот здесь вот она И встала Эта грязь То есть, весь Керченский пролив Забит грязью И потому рельеф дна изменился Интересное местонахождение Тамани Раньше я думал, что Тамань Это Матрига Вот у нас Тамань С ее крепостью Но Вот он, этот мыс Еще раз Все-таки Тамань На своем месте Тамань и есть Тамань А вот Матрига Она находится Южнее Тамани То есть, вот где-то Где сейчас Волна Вот здесь вот была Вот эта вот Матрига То есть, Тамань На своем месте Тяжело, конечно По этой карте Которая Явная перерисовка Причем, неграмотная С какой-то Действительно Серьезной карты Бывшего источника Но Мы имеем с вами То, что имеем Главное, что Из всех этих карт Подобных Этой карте Таврика Херсонесской Все топонимы Города и названия Рек морей В принципе, идентичны Потому я и делаю Вывод из нее Скорее всего Аспромити Затоплен дальше в море А то, что называется Аркой Это Киприка Небольшой городок Как раз он стоял Не на берегу пролива Судя по карте Этой же Таврики И глубина На которой сейчас Находится его развалина Всего 4 метра А по моей гипотезе Уровень моря И затопивший Все эти города Поднялся Минимум на 150 метров Рассмотрим Следующий город На дне Черного моря На западном побережье Крыма У села Штормового И это не единственная находка Такого рода В 2007 году На западном побережье Крыма Недалеко от поселка Штормовое Был обнаружен Затопленный город И это сделали Не ученые Дайверы Утверждали Что собственными глазами Видели на дне Не только десятки домов С дымоходами Дверными проемами И арками Но и каменную дорогу И даже Огромный ритуальный Камень Яйцеобразной формы Этот город Находится уже На глубине Более 10 метров Что опровергает Теорию Официальных историков О том Что арка Ушла под воду На глубину 4 метров Естественным Сползанием грунта Так почему же Город на западе Крыма Сполз на целых 10 метров А теперь Снова Анализ Восточного побережья Крыма Во времена Античности Побережье Черного моря Было Плотно заселено Часть поселений Действительно Ушла под воду Но следы Их сохранились Это прежде всего Предметы Материальной культуры Которые поднимают Со дна Большинство Подобных находок Сделано На восточном Побережье Крыма Там Где в эпоху Античности Жили люди В районе Села Штормовое Античных поселений Не было После тщательных Поисков Не удалось Найти Ни одного Достоверного Упоминания Об этом Из этого Напрашивался Единственный Вывод Если подводный Город Около Штормового Существует Он должен Относиться Совсем К другой Эпохе Гораздо Более Древней Объяснение Историков Простое Город У Штормового Якобы Относится Более Древней Эпохе Чем Арка Потому что Находится На глубине Не 4 А 10 Метров То есть Больше Затоплен Хотя Я думаю Все эти Города Погибли Единовременно А находились Они Просто На различных Расстояниях От прошлого Берега Моря И соответственно Имели Различные Превышения Относительно Того Самого Прошлого Уровня Моря Но Пойдем Дальше Десятки Поросших Водорослями Пещер Соединяются Галереями На дне Разбросаны Странные Прямоугольные Камни Облепленные Ракушками Исследователи Сразу Заметили Пещеры Выстроены В одну Линию Вытянутую С севера На юг Знаменитые Пещерные Города Крыма Чуфут-Кале Бакла Иски-Кермен Расположены В самых Высоких Точках Полуострова На вершинах Неприступных Скал Большого Каньона Впервые Удалось Обнаружить Такой же Город В низине Да еще И под водой Но хотя Найденные На морском Дне Подводные Строения Были Очень Похожи На пещерные Города Прямых Доказательств У исследователей Не было Они Погружались Вновь И вновь Пытаясь Найти То Что Подтвердило Бы Их Смелую Гипотезу И вот Удача На стене Одного Из гротов Денис Симоненко Замечает Вот такую Проушину Эти Странные Объекты Непонятного Назначения Встречаются Только В пещерных Городах Те же Пещерные Города Что и Мангуб И Каламит Только Затопленные Но уже Больше Чем на 10 метров Вот Спутниковые Снимки Этих Районов В свободном Доступе Находятся Фотографии Черного Моря С орбиты Поразительно Но на дне Явно Видна Масса Искусственных Сооружений Дороги Очертания Стен Домов Целые Кварталы Неужели Так много Населенных Пунктов Ушло Под воду Можно ли Установить Кто там Жил И когда Именно Это Случилось Согласно Согласно Моей Гипотезе Черноморский Потоп Случился На рубеже 17-18 Веков И случился Он Из-за Прихода В этот Район Серии Цунами Которые Шли Из Северного Ледовитого Океана И пронеслись Через Всю Европу Прежде чем Слились Бассейны Черного Экоспийского Морей Но тогда Они Морями Не были Это были Пресноводные Озера Находящиеся В низинах Уровень Воды В которых Был Намного Ниже Уровня Того Мирового Океана И все Эти волны Цунами Засыпали Толстым Песком И Илом Сорванного Грунта По местностям По которым Они проходили Всю Эту Северо Причерноморскую Цивилизацию А уровень Тех Самых Пресноводных Каспийского И Черного Озер Они Затопили Толстым Слоем Соленой Воды Туда Все Эти волны И слились Я не буду В этом фильме Долго рассказывать Все полученные Мною Выводы Но Все Свои Гипотезы Я Выдвинул В фильмах На нашем Канале Это фильмы Черноморский Потоп Из серии Гибель Тартарии Фильмы Леля И реконструкция Из серии Триполюса Два потопа Кому интересно Посмотрите А теперь Послушаем Мнение Официальной Науки Об этом Черноморском Потопе Геологи Ульям Райн И Уолтер Питмен Из Разработали Теорию Черноморского Потопа Исследования Дна Черного Моря Позволили Им сделать Удивительные Открытия Оказалось Примерно 7500 лет Назад Черное Море Было Абсолютно Пресным Внутренним Озером Это Показал Анализ Водных Растений И Осадочных Пород Но Затем Туда Внезапно Хлынула Соленая Морская Вода Уровень Воды Поднялся Сразу На 150 По версии Ученых Морская Вода Прорвалась Из Средиземного Моря Уровень Которого Тоже Повысился На 120 Метров Предположительно Это Произошло Вследствие Страшного Землетрясения Вот Как Выглядит Карта Реконструкция Этих Территорий До Потока Под воду Ушли Довольно Обширные Территории Не Бало Никакого Черного Моря Это Было Просто Небольшое Озеро Гляньте На Карты В Гугле Вы Увидите Огромное Количество Гигантских Дорог Прямых Дорог И Вот Это Прямое Доказательство Того Что Эти Территории Были Техногенно Используемы Они Были Заселены Они Когда-то Были На Поверхности Там Удивительные Системы Делений Как Будто Бы Какие-то Техногенные Устройства Разбросаны По Гигантским Территориям Масштабы Катастрофы Были Поистине Всемирными 150 тысяч Квадратных Километров Суши Вместе С людьми И Животными В одночасье Ушли Под воду Города Где находились Они Как правило Находились Во воды Значит Под слоем Ну Может быть Там 20 метров 50 метров Тем более 100 метров Можно Обнаружить Огромное Поселение Огромную В пользу Этой версии Также Говорит Уникальный Состав Воды Черного Моря Сегодня Его максимальная Глубина Составляет 2200 метров Но только В верхних Слоях Примерно До 100 метров Есть кислород И значит Есть жизнь А глубже До самого Дна Идет Чистая Сероводородная Зона И никто Не знает Почему Она там Появилась Предположительно Сероводород Мог возникнуть Из-за Анаэробных Бактерий Которые Участвуют В разложении Останков Живых Организмов Если Берега Черного Моря Были Заселены То Катастрофа Могла Унести Жизни Миллионов Людей Теперь Я думаю Многие Зрители Понимают Что Все это Случилось Не 7500 Лет Назад А на Рубеже 17-18 Веков И это Совсем Недавно И соленая Вода Прорвалась Не из Средиземного Моря А пришла С севера В виде серии Счесавших С лица Земли Практически Всю цивилизацию Центральной И Восточной Евразии А вся Неразложившаяся Естественным Путем Биосфера Пресноводного Озера Превратилась В этот Слой В котором В сероводорозе Превратились Все леса Люди Животные Затопленные Водой Прибрежных Территорий А также Вся экосистема Того самого Пресноводного Озера А вся Погибшая Цивилизация Причерноморья Это не Атлантида Которая Предположительно Погибла 7500 лет назад Как утверждают Авторы Этого Фильма А как мы Видим На карте Таврика Земли Вокруг Северного Причерноморья Назывались Очень нам Знакомыми Названиями Это Подолия Крымская Тартария Асия А севернее Мы видим Литву И Московию Итак Наша Карта Таврика Это карта Меркатора Еще раз Напоминаю Давайте Посмотрим По этой Карте С какими же Землями Граничила Причерноморья И что мы Здесь видим Крымская Тартария Вот она Эта земля Как же Называется Сам полуостров Крым Ну Таврика Херсонеская Это понятно На территории Кубани У нас написано Асия Вот земли Тартарии Вот земли Подолии Вот земли Литва Парс А вот Наша Россия Вот Кстати Москва Вот Какой-то Город Киов То есть Совершенно Нам Знакомые Местности Литва Подолия Крымская Тартария Таврика Асия Сама Тартария То есть Даже По мнению Меркатора Эта карта Отображает Обстановку На 16-17 Века Я уже Неоднократно Говорил В своих Фильмах О реальных Датировках Этих Карт Долго Говорить Об этом Не буду Эта Карта Подделка Допотопной Ситуации В мире Но Подделка Времен Работы Миллера Шлёцера И Байера Середины 18-го века То есть Межпотопный Период Напомню Что первый Потоп У нас Произошел По моей Гипотезе Примерно В 1700 Году А второй Потоп У нас Произошел В 1840 Годах То есть Эта Подделка Делалась В межпотопный Период После первого Потопа Погибла Античная Так называемая Цивилизация От первого До второго Потопа Была Межпотопная Цивилизация Ну это моя Все гипотеза А потом Началась Современная Цивилизация Середина 19 Века И там В конце 19 Века Составлялись Свои Подделки А вот Эта Подделка Перерисовка Какого-то Реального Образца С реальной Карты С середины 18 Века И делалась Она На Видимо Вновь Изобретенном Латинском Языке Где Все Названия Которые Были Раньше Русскими Переделывались На Латинский Вот Что Мы С вами Видим То есть Маура Лака Геленджик Ну Тоже Какое-то Русское Название Мапа Пока Непонятно Что Это Вот Название Киприка Понтика В принципе Скорее Всего Они Все Русские Темрюк Русский Язык Тогда Включал В себя 2000 Тюркских Слов А то Может Быть И Больше До Сегодняшнего Момента Известно Что 2000 Так Что Все Эти Названия Скорее Всего Были Русскими Есть И Прям Настоящие Русские Названия Вот Он Великий Привоз Находится На Дону Дон Почему-то Написан Уже Дон Хотя Верхнем Течении Он Танаис Вот Он Какой-то Большой Город Называющийся Великим Привозом Ну Вот Это Азов Дальше Идут Вообще Русские Названия Адоум Бсенск Тула Если Всю Эту Карту Рассматривать Целиком То В принципе Все Названия Что Тула Что Капа Они Как-то Друг от Друга Сильно И не Отличаются Здесь Много Названий Из Санскрита Из Русского Из Тюркского Языка Вот Черкасса Киов Находящийся Кстати В Литовской Парс В Литве Рядом Подоле Есть Много Аналогичных Карт Этой Карте Таврика Херсонеская Где Нанесены Те же Топонимы И гидронимы Потому В принципе Можно Действительно Считать Названия Городов И земель С этой Карты Действительно Существующими До потопа Первого До потопа Случившегося На рубеже 17-18 Веков И уничтожившей Античную Цивилизацию Античную В кавычках По моей Гипотезе Кто-то С ней Конечно Может Спорить Но Я считаю Так И это Мое Мнение Я его Никому Не Навязываю Смотрите Эту Карту И я думаю Многое Будет Понятно А также Кучу Таких же Аналогичных Карп Где Те же Самые Города Нанесены Та же Хаджат Тоже Триницы Ту же Мангупиу Видно На десятках Аналогичных Карп Датируемых Примерно Тем же Периодом Времени Но Многие Города Здесь Не Нанесены Мы Знаем Что По Течению Кубани Суворов Встречал Кучу Разрушенных Городич Каменных Проходил Через Триумфальные Арки Мы Видим Остатки Многих Крепостей Звезд Видим Что Русло Кубани Сейчас Изменилось Оно Было Раньше Другим Хаджи Это Если Услабин То Мы Знаем Что Под Армавиром Есть Крепость Форштад Тоже Огромная Звезда Вот Здесь Никакого Города В этом Районе Нет Так Что Кто Будет Меня Критиковать За использование Этой Карты Таблика Херсонеская Посмотрите На Аналогичные Карты Я их Здесь Не буду Приводить Их Очень Много И на Всех Изображена Примерно Та же Обстановка Те же Названия Местности Городов Рек Морей И озер И все Это Я думаю Смело Можно Назвать Еще И той Самой Южной Руссю Вот Что Свидетельствуют Обрывки Информации Античных В кавычках Историков А если Поглубже Заглянуть В труды Античных Историков Там Обнаружится Еще Одна Невероятная Вещь Географический Термин Понт Более Тысячи Лет Подряд Начиная С 8 Века До Нашей Эры И до 500 Годов Означал Греческие Владения В районе Понта Эфксинского Или Моря Гостеприимного Именно Так Именовалось Тогда Черное Море А в И упоминание О Понтиде Огромной Территории Окружающей Понт И она Была Там Где Сейчас Море Многие Сейчас Ознакомившись С работами Исследователей Реальной Истории Понимают Что значит Слово Греческая Культура Это Русская Жреческая Культура Той Земли Афинии Из Псковских Летописей Где Мудрость Передается Южная Русь Включала Себя Не только Северное Причерноморье Но и Малую Азию Балканы И территорию Современной Греции Афинии Где Был По-видимому Общий Для всей Руси И не только Южный Учебный Центр А сама Русь Занимала Территорию От Лютеции Современного Парижа До Урала И была Она Несколькими Царствами Или Губерниями На наш Лад Той Самой Мировой Мега Державы Тартарии Или Руси Яра Или Асии С центром В городе Камбалу На берегу Тихого Океана На востоке Евразии Где правил Царь Царей Которому Прочинялись Семь царей Семи царств Охватывающих Весь мир А Причерноморье Южная Русь Была Видимо Одним Царством Из семи С общей Региональной Культурой И народом Остатки Которого Мы теперь знаем Под именем Малоросы Да-да Именно они Те самые говорящие На том самом Малорусском Диалекте Русского языка Случайно Выжившие После того Потопа На территории Восточной Украины Дона и Кубани Что с ними стало В Малой Азии И Балканах Пока не ясно Скорее всего Их остатки Перемешались С пришлым Новым населением И другими Коренными народами Заселившими Эти пустынные территории После потопа 17-18 веков А мумию Фараонов Египта Реально даже Официальной наукой Признаны Крымского этноса Заселявшего Малую Азию Балканы И Причерноморье Даже биосфера Всего этого региона Планеты Однородна До середины 20 века Ряд ученых Поддерживал Гипотезу О сухопутном мосте Который мог бы Объяснить Некоторые загадки Крымского полуострова Хочу лишь Добавить одно Южная Русь Теснейшим образом Была связана С остальной Русью И малорусский диалект Это всего лишь Региональный диалект Именно русского языка И культура Южно-Руси Это лишь Немного Отличающаяся Местная культура Всей Руси А Русь Как мы уже Сказали Тогда была Не только Сама Московия Но и почти Вся Европа Язык Культура Всей Руси Это лишь Региональная версия Культуры Всей мировой державы Которая Под именем Тартария Русьяра Русья Сейчас Проступает Из-под штукатурки Реальных исторических фактов А вот еще Затопленный водами Черного моря Город Близь современной Анапы Но его Глубина Уже порядка 40 метров Давно интересовала Информация Получаемая От подводных Охотников Что в районе Реки Шингарки Во время Подводной охоты Они наблюдают Скальные выступы Похожие на Кладку Древнего городичца Кто-то рассказывал Про то что Видит Кладку Мостового Кто-то рассказывал Что видит Кладку стен Борельефы Борельефы Обычно Дайверы Глубже 40 метровой Отметки не погружаются Но именно На этой глубине В районе Варваровской щели На расстоянии Более километра От берега И находится Огромный артефакт О чем свидетельствует И снимок Гидролокатора Вот они Великие И загадочные Старинные стены Неизвестного До сегодняшних дней Города То что это творение Древней Высокоразвитой цивилизации Не вызывает Никаких сомнений Архитектура И способ Кладки найденных Под толщей воды Стен Напоминает Одновременно И мексиканской Пирамидой Теотиоакана И стены Ушедшего под воду Города Найденного У берегов Японской Окинавы И даже Отчасти напоминает Потерянный город Инков Мачу-Пикчу То есть Из большой доли Вероятности Можно утверждать Что найденный Древний город Может быть Намного старше Известных Археологических Находок Поскольку Вобрал в себя Несколько культур Что это за город Пока понять сложно На карте Таврика В этом районе Два города Мапа И Каракандар Что это за город Поданапой То есть Он находится Где-то В этом районе А вот бывший Обрез береговой Линии Вот опять Странная Бухта Скорее всего Это Вот эта Бывшая Бухта Вот она То есть Она постояла Гораздо Современная Анапа Она раньше Была Вообще На суше Где-то Вот здесь То есть Прежняя Береговая Линия У нас Шла Вот так Вот Все что Осталось От Советской Бухты Вот это Все сейчас Затоплено А вот Здесь Вот был Город Мапа Ну Видимо Город был Большой То что Нашли Водолазы Вот она Сегодняшняя Анапа Вот она Тогда она Была На берегу А вот Город Мапа Который Здесь Обозначен Мапа Он Получается Был На вот Этой Бухте Вот она Видимо Был Центр Мапы А кварталы Видимо Занимали Всю Вот эту Территорию То есть Водолазы Нашли В районе Суко И Утреша Вот здесь Вот Крайние Кварталы Этого Города Ну Здесь Соответственно Был Порт Как раз Здесь И глубины Порядка 150 Метров Вот этой Бухты Вот так Вот по кусочку Мы все Это И устанавливаем Но тогда У нас Действительно Получается Триницы Вот он Это И реальный Новороссийск Вот в Кабардинке Был какой-то еще Город Второй Вот что Осталось От Цемесской Бухты И действительно Очертания Очень похожи Вот современные Очертания Цемесской Бухты Вот они Там А вот эти Куски Затоплены То есть Получается Если это Продлить Вход был Очень узкий Какой-то Вот так Выглядела Раньше Цемесская Бухта Вот она Шла Эта Береговая Линия То есть Вывод у меня Один Что город Мапа Находился На берегу Вот этого Бухты Которая Сейчас Затоплена А подводные Археологи Близ Суко И утряша Нашли Вот этот Город Это Окраина Бывшая Мапа Вот город Около Сочи Мапа Нет И Затем Продолжение следует... Продолжение следует... Мы установили, что Каджа это большая крепость-звезда в Услабинске. Вот он у нас Услабинск. То есть, по идее, опуская перпендикуляр, мы должны здесь где-то найти Сочи. Вот это вот, видимо, вот эта вот часть. То есть, вот у нас Адлер. Вот Сочи. Но, по моему мнению, это, скорее всего, вот этот город Сана. Находился где-то здесь. Здесь мы видим какую-то странную бухту. Хотя береговая линия вот так все оборвала. Вот бывшая береговая линия. Вот это все затоплено. Это либо город Санна под Сочи нашли, либо город Аль-Базихия. Либо вот этот. Сказать сейчас действительно трудно. Какой это город находится на дне моря сейчас в районе Сочи. А вот фото, сделанные в Сухуми. Это часть городской стены Севастополиса. И часть эта верхняя. А вот на карте хорошо видна стена, уходящая в море на пару километров. Посмотрите на эту карту. А вот Сухуми. Вот здесь вот были сделаны наши фотографии и видео остатком города Севастополиса в набережной Сухуми. А теперь посмотрите на стену. Вот она. Она виднеется под водой. Я думаю, все увидели. А вот это вот, скорее всего, очертание воронки. Глубина здесь не 150 метров. А это, скорее всего, очертание какой-то воронки. Но вот это массивное сооружение достаточно хорошо видно из-под воды. Длина видимой части из-под воды этой стены порядка 300-500 метров. Замерять ее не будем. Но это только видимая часть. Водолазы говорят, что она идет очень глубоко под воду. Вот здесь вот ее просто глубина очень маленькая, в районе метра. Дальше она как-то уходит. И распределяется в другие стороны. А вот здесь вот провал. Дырка. Та самая воронка. Удар пришелся практически в городские стены. Вот они как-то шли вот так вот. Она идет прямо от Сухумского пляжа и очень хорошо видна из космоса. Что это был за Севастополец? Сейчас сведений практически не осталось. А название это перекочевало в Крым. И теперь Севастополь мы знаем как город на южном берегу Крыма. Теперь подведем вывод. Уровень воды в Черном море поднялся на 100-200 метров. А все прибережные города до подъема воды находились у той береговой линии. Там же находились и порты, и центры городов. А как мы хорошо знаем, что всегда центр города находится в прибрежной зоне. А вот городские кварталы шли на подъем по рельефу местности. Ну туда, к горам. И сейчас мы видим остатки крепостей звезд. Тамани, Новороссийска, Анапы, Севастополя. Те самые руины городских кварталов Херсонеса и Германаса. И это всего лишь пригороды или окраины затопленных городов. А вот остатки города Акра на глубине 4 метра. Города возле Анапы на глубине 40 метров. Это тоже не центры с портовыми частями. Центры характеризуются самой наивысшей застройкой. По высоте и по плотности. И должны эти центры находиться на той самой отметке бывшей береговой линии. То есть на глубине 150 метров. Поэтому их никто толком и не исследовал. Дайверы еле-еле на 30-40 метров погружаются. И приносят нам ту информацию, которую мы сегодня с вами видим в этих фильмах. А если бы они могли погрузиться глубже, то боюсь представить, чтобы они сняли. Но дайверы все-таки любители. И глубоководного снаряжения у них нет. А теперь представьте уровень строительства той погибшей цивилизации, что мы через 350 лет видим целые стены и дороги под водой. А вот пример затопленного 70 лет назад города Малога. Впервые вышел из-под воды затопленный более 70 лет назад город Малога. Подробнее Оксана Коваленко. В свои 865 лет город-призрак Ярославская Малога преподнесла своим жителям подарок. Вот я сейчас возьму эту земельку. Кирпичи, которые развалились. Много, наверное, желающих Малоговских земли взять. Радость Николая Новотельного можно понять. Малога – это русская Атлантида. Даже кирпичикам себя не выдавала. Но малоснежная зима и сухое лето сделали свое дело. Спустя десятилетия, пусть и скромно, Малога все же показалась своей самой высокой точкой. Бывший горожанин Николай Новотельнов помнит, как ушел под воду родительский дом. Теперь Николай – единственный, кто рискнул почувствовать под ногами родную землю. Прости, милая Малога. Вместе с Новотельными в 1940 году простились с Малогой еще 130 тысяч семей города. Дали в жертву техническому прогрессу. Чтобы на верхней Волге появилась электростанция, затопили семь населенных пунктов. Что стало с кирпичными стенами, вы увидели. Хотя кирпич 19 века был добротный, и его ценят до сих пор. Конечно, некоторые церкви еще видны из-под воды. Но в основном все разрушилось. Как пример в фильме, виден фундамент. Очевидно, постройки до потопа 17-18 веков не из кирпича, а из того блока. И он целый. Современные здания, наверное, бы разрушились под водой еще быстрее, чем эти. А вот современные здания из нынешнего бетона и кирпича, скорее всего, под водой разрушились бы за пару десятилетий. Как мы видим по затопленному городу Малога, в принципе, те кирпичи 19 века простояли, скорее всего, под водой с полвека. Это сейчас большая часть зданий превратилась в крошку, вернее, их стен. А вот церкви еще все-таки из них стоят, и их купола до сих пор видны из-под воды. Что можно сказать о строениях до первого потопа 17-18 веков? Из того самого каменного блока, это то, что тот каменный блок практически вообще не пострадал от воды. И из него можно строить хоть сейчас. Так что падение уровня строительных технологий налицо. То, что строилось до первого потопа при погибшей античной цивилизации, античной, конечно, в кавычках, существовавшей до 17-18 веков, это высочайший уровень строительных технологий. То, что было при межпотопной цивилизации, представителем которой и является этот кирпич 19 века, из которого был построен затопленный в 30-40-х годах 20 века город Малога. И он тоже достаточно крепкий. А вот современные строения из стекла, бетона и металла, представляют, скорее всего, уже совершенно не тот строительный уровень, что был прежде. При подготовке к экспедиции нам удалось собрать большую часть средств и необходимого для ее проведения оборудования. Но все-таки мы, так же, как и вы, являемся всего лишь представителями народа и не имеем отношения к официальной науке. По этим же причинам мы не имеем достаточных средств для проведения самой этой экспедиции и съемки документального фильма на таком уровне, на котором это делает официальная наука и официальные СМИ. На сегодняшний момент нам необходима ваша помощь. Нам нужны средства для аренды профессионального съемочного оборудования и привлечения части профессиональных специалистов. Нам нужно подводное снаряжение и некоторые транспортные средства. Поэтому мы решили обратиться к вам, к тем, кто интересуется реальной историей и хочет увидеть результаты проведенных нами научных исследований территорий, находящихся сегодня на дне Черного моря, а также всего, что я перечислил выше. Те исследования, которые мы хотим провести, приоткроют эту завесу тайны. И из наших, как многие говорят, диванных догадок, предположений и гипотез все-таки позволят создать какую-то реально научную картину, произошедшего на нашей земле совершенно недавно. Мы приблизимся к пониманию облика той самой погибшей цивилизации и той самой глобальной катастрофы, оставившей от нее лишь массу неверно описанных официальной наукой артефактов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...